Всем привет! В этом видео о том, как исправить ошибку. Запуск программы невозможен, так как файл msvcp140dll отсутствует на компьютере или в Windows 10 эта ошибка может выглядеть как не удается продолжить выполнение кода, поскольку система не обнаружила msvcp140dll. Прежде всего, не рекомендую в таких случаях скачивать файл dll с каких-то левых сайтов. Дело в том, что вы можете скачать не то и плюс с большой вероятностью это не исправит никаким образом проблему, даже если вы скопируете в папку system32 и так далее или там с помощью команды выполнить, зарегистрируете систему. Как правило, после этого обнаружится, что программе не хватает каких-то других файлов. Правильный путь решения проблемы это выяснить, что представляет собой этот файл, например, поискать в интернете и установить необходимые компоненты. Что касается файла msvcp140dll. Смотрим. Этот файл входит в комплект Microsoft Visual Studio 2015, то есть требуется для программ, которые запускаются с помощью него. Причем иногда бывает так, что у вас установлены компоненты Visual Studio 2015. Но при этом программа все равно не запускается. Например, как видите, здесь установлено, а ошибка происходит. Дело в том, что для большинства программ даже в 64-разрядной системе нужны библиотеки 32-битные, потому что сами программы часто сейчас выпускаются в 32-битные, не чтобы работали и на той, и на другой системе. Итак, как скачать этот файл? Идем на официальный сайт Microsoft. Вот на эту страницу. Ссылка будет под видео, если вы смотрите на YouTube или в статье, если вы читаете на сайте. Выбираем язык, скачать и загружаем сразу обе версии файла. То есть, если у вас 64-разрядная система, обязательно две версии. Если у вас 32-битная система, то достаточно x86 версии. Сохраняем все равно компьютер. И поочередно устанавливаем оба комплекта. Так, не смотрите на блокировку на мою. То есть, у вас такого, скорее всего, не появится. 64-разрядную я не устанавливаю, так как она уже установлена. Собственно, установил. Теперь пробуем запустить тот же Skype, который у меня вызывал ошибку. Ошибки уже нет. Иногда может оказаться, что даже после установки компонентов программа все равно не запускается. Тогда решением будет скопировать файл msvcp140.dll в папку, где находится исполняемый файл программы, то есть файл .exe. А сам файл msvcp140.dll можно взять у себя на компьютере уже после установки необходимых компонентов. И находится этот файл .exe. в систем 32. И в еще одной папке. Windows sysvaw64. Причем 32-разрядный находится файл вот в этой папке. А в предыдущей папке System32 находится 64-разрядный в случае, если у вас 64-разрядная система. Если у вас 32-битная система, то все файлы необходимые находятся в System32. На этом все. Надеюсь понятно и проблему удалось решить. Спасибо за внимание. Удачи!